Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня хочу рассказать о своем уходе за волосами. Много мне просили еще об уходе за кожей лица. Да, я, наверное, сделаю видео об уходе за кожей лица. Что-то я какая-то совсем бледная, черная. Солнце ушло, пасмурно, черные тучи ходят, дождь. Ужас, ужас, осень. Но я сейчас решила рассказать о продуктах, которыми я пользуюсь для волос. Это минимально бюджетно, за исключением одного. И мне кажется, действенно, потому что недавно я заметила, что волосы стали гуще, волосы стали послушнее, волосы стали более блестящие. Три пункта, из которых я вывела, что да, этот уход мне подходит. Уход просто до неприличия дешевый. Это вот такие две супервещи. Ля-ля, чистая линия. Чистая линия шампунь. Шампунь с крапивой, шампунь, укрепляющий 80% отвара целебных трав. Укрепляет корни волос, волосы, стимулирует рост волос, сокращает выпадение волос. Для всех типов волос. Да, для любителей натуральной косметики, хоть тут и написано отвар 80% отвара. На первом месте в составе стоит вода, на втором содиум лаурец сульфат. Дальше стоит тоже всякая куча химии. Для любителей супернатуральных вещей, супернатуральных продуктов, я думаю, что это не очень подойдет. Для кого это принципиально, для кого это не принципиально. И кому подходит такая цена, я думаю, что многим такая цена подходит, я советую попробовать вот в таком тандеме. Причем, наверное, больше вот мне нравится вот такой именно березовый, хотя шампунь березовый мне не нравится, чем вот этот бальзамополаскиватель. Чем бальзамополаскиватель крапива. Хотя шампунь березовый, вот как бы получается, шампунь березовый мне не нравится, а от этого не нравится крапивный. Ну, он нравится, но не так, как вот этот, крапивный бальзам-ополаскиватель. То есть они вот так вот качают друг от друга не в паре. Вот такие вот, этот с крапивой, этот с березой. Что в березе у нас написано? Бальзам-ополаскиватель, фитотерапия, ежедневный уход, сила от корней, 80% березового отвара для всех типов волос. Все банально просто, до неприличия. Но, да, я использую просто на ночь, я не сушу волосы, я ложусь спать с мокрыми волосами. Позор мне и ужас, потому что это нельзя делать, но я это делаю, ла-ла-ла. Вот, плохой человек, но волосами от этого хуже не становится, они не секутся, они не... Да, они заламинированы, заламинированы они месяца два назад. Но накопительный эффект ламинат здесь как бы имеет. Но я думаю, что по сути и с ламинированием могут волосы плохо выглядеть, и без ламинирования, поэтому как бы это не панацея. Постоянный уход тоже должен быть. Вот для меня это вот так вот. Я не знаю, как бы, что еще сказать, но мне кажется, что у меня волосы более густые стали, более какие-то цельные, что ли, вот не знаю, вот мне кажется, что вот... Ну вот я не знаю, как объяснить, но вот они как цельные, более цельные стали. Вот под другое слово не могу найти. И помимо этого ухода я использую вот такое вот масло. Масло я ненавижу использовать. Я уже делала видео, что я ненавижу в декоративке ухода, в уходе за собой. Но продолжаю делать. Да, я себя заставляю каждый вечер после того, как я вымыла волосы, на мокрые волосы нанести масло. Чуть-чуть они так подсушатся под полотенцем, чуть-чуть и так их полотенцем пожамкать и маслом. И это еще не все. Я хочу вам сказать, что очень важно в уходе за волосами и в том, чтобы волосы выглядели здоровыми, нужно не просто ухаживать за ними именно средствами какими-то. То есть, там, я не знаю, можно купить за миллион рублей шампунь, и он вам ничего не будет делать, потому что вы будете мыть его на начес и так далее. Раньше я ходила с начесами. Я понимала, что это большая для меня беда. Сейчас я постепенно начинаю отказываться от него. Иногда я его делаю, но не всегда стараюсь. И стараюсь каждый вечер вымывать этот начес, потом его расчесывать. Да, на мокрые волосы нельзя это все делать. Но я делаю мне хуже, вот чисто для меня, вот такую я стратегию выработала. Каждый вечер нужно расчесывать волосы, волосинка к волосинке, смазывать маслом, и дальше уже там сушить, не сушить. Я ложусь просто с мокрыми волосами спать, мне хуже от этого не становится волосам. Вот, то есть, первая часть правильного для меня, как я выработала для себя, правильного ухода, чтобы волосы хорошо выглядели, это подобрать себе средства, и второе, не лениться расчесываться, не лениться правильно. Вот их не так вот, чтобы быстренько смыли и пошли, побежали там на самолет, на поезд опаздываем, а действительно тщательно их промыть, промассировать кожу головы, промассировать луковицы. Ведь не просто они как бы восстанавливаются, сам волос, он же должен расти уже из как бы благоприятной, скажем так, среды. То есть, вот это все вмассировать. Какие бы там химии, не химии ни содержалось, все равно там какие-то компоненты ухаживающие есть. То есть, мы их вмассируем. То есть, вот такие два, наверное, правильно как бы действовать, и правильными продуктами, подходящими вам именно пользоваться. То есть, вот такие вот, наверное, два залога здоровья волос. Вот мне кажется, вот так вот. То есть, так, поподробнее про масло. Масло Mificoil от L'Oreal Professional. Как говорит моя парикмахер, говорит, не покупай во всех этих магазинах эти масла, они там тоннами стоят. Это все ненатурально, ненастоящее. Покупай в салонах красоты, потому что в салонах красоты привозят, ну, настоящую эту марку, ни подделки, ничего. Хотя подделки продают там еще и подороже, говорит. Я покупаю в салоне, ну, у нее, может быть, меня разводят. Я не знаю, но я абсолютно довольна, потому что у меня у подружки абсолютно такая же, и она тоже очень довольна этим маслом. Вот Mificoil, очень много разных у них есть для разных. Именно вот этот, 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 он не, он увлажняющий, по-моему. Он не питательный, он увлажняющее масло. Вот. Много разных серий у них есть, такие фиолетовые, зелененькие бутылочки. Absolute Repair, это питательный. Разные серии есть. Ну, вот у меня этот Mificoil мне абсолютно очень нравится, и я довольна им. Вот. Так что вот, подберите себе уход, попробуйте то, что я вам рекомендую. Не ленитесь мыть голову тщательно, не ленитесь ее расчесывать, вычесывать начесы и всякие там за день начесанные вот это все блошиные домики. Не ленитесь пользоваться маслом, и вот просто вот тщательно за волосами ухаживать, тогда будет вам счастье. Я вот лично для меня вот такой вот, я стратегию выработала, потому что вот, ну, просто я как-то последнее время занялась волосами, так вот, начала за ними ухаживать, не ленюсь, там маслом это все промазываю. Вот так все это, и поняла, что действительно волосы говорят спасибо. Вот. Все. Наверное, это все. Надеюсь, было полезно. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok